ты чё меня снимаешь всем привет дорогие друзья вы на канале данил данст в этом видеоролике я вам покажу финку транспортной компании расскажу какие нюансы я испытал за месяц того как я уже держу транспортную компанию и покажу финку транспортной компании на перчатом данный видеоролика хотят вам сказать вводить в мой никнейм при администрации на данст также указывать его промокод dance после этого руки смешно в подчете 50000 рублей но мы начинаем наташка выходи гулять я тебя тут жду на улице уже забался и замерз у меня тут солнышко светит ласточки поет по зернышку по зернышку а судьба все идет итак ребятки насколько мы знаем то что транспортная компания принадлежит не мне через четыре уже дня я должен буду отдать ее санрайзу к сожалению мне она очень понравилась и так ребятки транспортная компания по сути помойка в плане финки это лучший бизнес финку я вам чуть попозже покажу в плане того что люди которые тут работают они крайне мало получают я вам сейчас покажу скриншоты там где заказ там 60 тысяч рублей 20 тысяч рублей они получают вообще какие-то копейки они едят едут пути после получать они едут сначала в простоквасина за продуктами потом едут обратно и они столько времени тратят чтобы получить какие-то копейки 4 тысячи рублей чтобы понимали на такси я иногда чай челиком даю 12 тысяч то что они меня просто провезли от арзамаса до батырева это прям вообще прям минут пять езды но я вам сейчас расскажу небольшой нюансик те кто работает на своей фуре например как он ведь у нас максим вот видите у него черная фура он работает такая южная это не моя фура ведь она у него затюнингована и он получает гораздо больше я получаю стих доходит 75 процентов то время как они заказа получают 25 процентов если у него своя фура то он получает 75 процентов а я уже свою очередь 25 то есть при этом мне не надо чинить фуру и тому подобное получается мне с него просто 25 процентов капает сейчас я вам расскажу кто же чинить все мои фуры потому что фурами я не занимаюсь вообще я нанял трех замов которые мне очень помогают это получается я вам сейчас покажу их никнеймы и так ребятки вот у меня видим два зама это вадимочка и денис филидов сейчас я вам расскажу что они получают взамен того что они постоянно каждый вечер заходят и чинят фуры изначально у меня был всего лишь один зам это денис и он просто заходил чинил фуры потому что у меня не было на это время но к сожалению теперь у него нет времени чтобы чинить фуры так как у него началась работа карантин закончился ему пришлось работать поэтому я нанял еще вадим очка но тем не менее у него онлайн просто бомбически он не втыка принес 7 миллионов обосраться и не встать так теперь у нас вадим очка давайте о нем посмотрим информацию но не онлайн не такой большой и втыка он не так уж то я много и принес но денис у нас просто пушечка гонга ай-яй-яй итак ребятки замы взамен того что они чинят фуры они получают зарплату сейчас вам покажу сколько они получают в общем ребят как мы видим вот зарплата заместителя 15 рублей в час к сожалению больше выставить я не могу я бы и 20000 поставил и 30 и 50 но к сожалению максимум 15 только можно выставить но замы у меня молодцы получают зарплату еще иногда я им даю как бы на чай и розыгрыши какие-то я там делаю и тому подобное итак ребятки теперь перейдем к самому главному сути данного видеоролика это финка транспортная компания она как бы показывается не чистая на починку фур в день уходит примерно 300 тысяч рублей плюс прицепы прицепы тоже имеют свойство как бы изнашиваться я вам сейчас это покажу вот как мы видим заходим прицепы и прицепы видите они тоже иногда ломаются их приходится утилизировать вот смотрите стоимость их получается 100 тысяч рублей а когда мы их утилизируем нам получается только 50000 рублей соответственно это тоже как бы небольшой минус отвесно лишь ум это то все время стекла чинди fwords в потенка фур в день уходит всех абсолютно по чинка фура выходит где то примерно 500 incluso тысяч в день это прям максимум и плюс получается закуп прицепок закуп прицепов тоже выходит надо тысяч триста этом минаи и в принципе мы можем уже посчитать то что день мы тратим 700 тысяч только на починку в люди закупленцев которые также ломаются отвестно вы их можно вычитать из финки но думали не убиты абсолютно все поэтому можно отнять от этой суммы еще примерно 200 тысяч и получается 500 тысяч нас выходит на обслуживание транспортной компании теперь я вам покажу саму финку вот финка самой транспортной компании как мы видим за позавчера мне было вообще 4 миллиона это прям просто пушка гонка ай-яй-яй за вчера у меня было 2 и 3 миллиона но остальное финку вы уже видите на своих экранах как бы финка могла быть и лучше вот видите здесь просвет 20 и 19 число это когда у нас было x3 было обновление x3 и все игроки пошли работать на работы которые приносят три раза больше ну когда x3 гос работы они как бы x3 зарплата у них получатся начисления ну как бы на этом принципе и все также ребятки я делал недавно розыгрыш на audi r6 который был поза 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 прошлом ролике и и для того чтобы участвовать надо было сделать скриншот заказа и отправить его в группу лс группа уже закрыта потому что розыгрыш я провел и у нас победил вадимочка сейчас вам покажу как он выиграл то есть я зашел на рандоморг очистил все лишние сообщения в группе которые были не по теме без криншотов без ничего их очистил и у меня появился список там от 1 до 18 всего участников у нас было по моему 19 или 20 и в итоге у нас победил вадимочка он был у нас вторым кто отправил сообщение но я считал сверху вниз получается кто кто раньше отправил тот как бы и последний так оно и должно было быть чтобы никак не заморачиваться вадимочка вас получается победил при всем уже отдал но на этом данный видеоролик подошло к концу если он вам понравился напишите любой комментарий поставьте лайк всем удачи ребята и пока пока до новых встреч